Упрямство водителя иномарки может стоить чьей-то жизни, но не в этот раз. В роли дебошира сотрудник управления Росгвардии. Тем не менее, бригада скорой помощи действует по инструкции и нажимает тревожную кнопку. По первому сигналу на место выезжает экипаж вне ведомственной охраны. Руки! Руки на машину! Как правило, после задержания нарушителя доставляют в отделение полиции для составления протокола. Ему может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Очень часто не пропускают во дворах, когда дворы заставлены автомобилями, узкий проезд. Многие подрезают даже на дороге, когда идешь со спецсигналами, как говорится, подставляют свою машину, пытаются тоже поиграть в кого-то стриптрейсеров или как там и называют, гонщиков. В общем, каждую смену бывают такие случаи. Бывают люди неадекватные совсем. Недавно у нас было нападение на скорую помощь. Две машины, шесть человек. Люди вооружены были и травматическим оружием, и холодным оружием. Для подстраховки выезжаем двумя экипажами. Тревожные кнопки в машинах скорой помощи появились около месяца назад. За это время экипажи вне ведомственной охраны управления Росгвардии уже трижды приходили врачам на выручку. Раньше медики были вынуждены самостоятельно справляться с неадекватными водителями и пациентами. Они звонили либо на 2, либо обращались напрямую по другим указанным телефонам. Но это значительно увеличило время прибытия, реагирования и так далее. Сейчас все напрямую. Выступает угроза, либо неповиновение, оказание сопротивления. Врачам занимается тревожная кнопка. Сигнал практически 2-3 секунды уже у нас на пульте. И наряд ближайший выливается для оказания помощи. В Иркутске и Шелихове тревожными кнопками с выводом на пульт вне ведомственной охраны оснащены все кареты скорой помощи. В ближайшее время опыт областного центра будет распространен на другие города при Ангаре. Татьяна Веретина, Евгений Шахов. Новости сейчас.